А мы в ближайшие два дня с вами погрузимся наоборот в фундаментальную хирургию, базовую, самую классическую, которая только может быть. Мы ничего не будем придумывать, мы просто будем разбирать все ваши запросы и вопросы в рамках фундаментальной хирургии, мне бы хотелось все-таки вернуть вас к истокам обратно. Сегодняшний наш день будет посвящен хранению рецессии в области зубов и имплентации. Мы объединим все эти методики, потому что на сегодняшний день мы уже не отличаем докторов, которые работают только в области зубов и докторов, которые работают только в области имплентации. То есть, если ты хирург, ты должен делать все, да, и сосед не разбирает тебя как службого специалиста по одному какому-то вопросу. Мы сегодня будем говорить о заборе трансплантата, о его применении, о устранении рецессии одиночных. И если вдруг сегодня, как то возможно, у нас не состоится практика, тогда весь практику перенесется на завтра, а сегодня мы пройдем в весь теоретический бюрок, который у нас должен быть в течение двух дней, а завтра я вам его повторю. Друзья, в общем, пока решаются тут какие-то странные технические вопросы, я начну без презентации, потому что я думаю, что то, что я буду вам рассказывать, вы все прекрасно знаете, слайды я вам, соответственно, все покажу. Свободный соединительный коннет-трансплантат. Что это такое? Это, по сути, забор, который производится в области неба или букра, мы делаем свободным доступом, без всяких расщеплений, методом окна. Так, забираем трансплантат и дальше по методу его применения, либо его депитализируем, он становится депитализированным трансплантатом, либо мы его применяем таким же образом, уже не депитализированный. Не депитализированный трансплантат имеет свою особенность, вместе, когда он фиксируется принимающее ложе, его требуется все равно депитализировать по краям, для того, чтобы он был более адаптивен к принимающему ложе обязательно. Таким образом вы избегаете нарушения в этих мертвых пространств и улучшаете его фиксацию прилегания к принимающему ложе. Методики свободного депитализированного трансплантата, депитализированного или недепитализированного, очень простые. Забор производится, вы измеряете необходимую трансплантат, отмечаете на небе или на бугре зону, в которой вы будете размечать ее проникающим движением скальпеля на ту глубину, которую вы заранее измерили. Если вы помните, что мы не должны делать, мы при заборе на твердом небе не должны повреждать наркозницу. Если мы повреждаем наркозницу, это значит, что заживление будет длительным, травматичным, послеоперационный период болезненный и, соответственно, это будет заживать не неделю, а больше месяца. Ну, потому что наркозница начинает генерировать через 21 день. Наша задача измерить глубину, толщину объема ткани, в котором мы будем делать забор, и постараться не резать ни до костей, ни до надкостницы. И дальше забор производится с травматичным пинцетом, обязательно скальпелем 15С. И вы его начинаете отсепарировать от донорской зоны. Собственно, все. Дальше происходит ушивание донорской зоны с применением гемостатической губки любой формы, телелозной губки или любого формата, который вам доступен у вас в кудинете. Губок можно ушить тоже любыми швами, которыми вы владеете. Это может быть крестообразные вертикальные швы, может быть непрерывные крестообразные, непрерывные кообразные швы. Все, что вам подходит, удобно. Я ушиваю непрерывным кообразным фунтом, потому что мне просто так удобно. И он лучше всего фиксирует гемостатический материал забора. Если вы делаете методом расщепления губка забора, то тогда вам вообще не требуется никакой материал гемостатический, потому что вы практически сводите кояр раны и ушиваете на губок. Давайте обсудим, какие могут быть методики применены для применения свободного десневого детализированного трансплантата. Например, это любая двухслойная методика. Какую бы мы сегодня устраняли на имплантате, на зубе. Это при любой двухслойной методике мы можем использовать свободный десневый детализированный трансплантат. Также мы можем использовать свободный десневый трансплантат при устранении или при изменении биотипа. Не в области, наверное, зубов, а при создании прикрепленной десны в области имплантата. И недоэпитализированный свободный десневый трансплантат мы применяем при всяческих вариантах вестибулопластик, при устранении лицессии одномоментных вестибулопластиков, при вестибулопластиках аппекальным смещением. Все вот эти варианты мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, при заборе трансплантата есть очень много, ну, за годы, там, с 1956 года его начали активно применять, с 1956 года, естественно, появилось очень много вопросов и легенд на тему того, как он не переживается, умирает, да, что он ведет себя по-разному, не так красиво. Давайте мы обсудим, почему это происходит. Что первично мы должны учесть при заборе трансплантата? Это биотип десны, в которой мы работаем. Потому что если у вас есть фенотипический лицессий в области зубов, например, с вестибулярной стороны, то редко можно надеяться на то, что мы будем работать в сневной поверхности в очень хорошем толстом биотипе. Это согласно со мной. То есть, как правило, если это пострадало, если сосудистая росла пострадала, то уже и на небе тоже вы будете, нескольким образом, ограничены. Чаще всего и, ну, это уже небная рецессия развивается, да, в области верхней челюсти. Особенно это происходит у ортодонтических пациентов, у которых зона первых маляров страдает всегда в области небного и щечных корней. Здесь самое важное, когда мы работаем в тонком или в среднем биотипе, это все-таки, несмотря даже на большой клинический опыт, какой бы он у вас ни был, не поленитесь всегда, измельте толщину ткани, чтобы понимать, насколько вы куда можете погружаться, чтобы потом, когда вы не начнете отсепаровывать уже по вашим разрезам трансплантат, не оказалось, что вы его забрали вместе с надкосницей. Но это такое как предостережение. Естественно, биотип Дисней влияет не только на забор и донорскую зону, но и на сам результат, который мы будем прогнозировать, да, получаемый в будущем, на его фиксацию и на качество его выживаемости. То есть, бывает, например, такое, что мы забрали в очень тонком биотипе трансплантат, но его забор получился очень ровный. То есть, вот если его посмотреть на срез, он одной толщины везде. Даже его маленькая толщина, пусть это будет миллиметр меньше, она будет прогностично более выживаемая, чем более толстый трансплантат, но с колебанием вот этой толщины, когда он весь неровный получается. Ну, честно говоря, конечно, это важный фактор, который мы должны учитывать при всех открытых методах, когда мы его недопитализируем и применяем при вестибулопластиках, где зона питания трансплантата только от принимающего ложа. В этом случае мы должны учитывать, что он питается только с одной стороны, и, соответственно, он должен максимально быть той формы и того дизайна, чтобы он весь смог за первые трое суток прорасти анастомозами и коллатералями, для того, чтобы он стал жизнеспособным. Работая в толстом биотипе, не надо забывать, что сверхтолстый трансплантат может дать первое, не тот желаемый эстетический результат у пациентов. И такое тоже наблюдается. Я на самом деле не думала, что я когда-нибудь с этим столкнусь, но не так давно я получила такое возражение от пациентки, что этого слишком много, она вообще столько не хотела. Мы так радовались, что у нее, в общем, все так очень много и хорошо, и толсто, а она, оказывается, столько не хотела. Ее косметически это смущает. То есть тут тоже надо учитывать, что не надо весь трансплантат, если у вас огромная вот эта толщина на небе, не надо его весь срезать, срежьте его достаточно полтора-два миллиметра, вам будет этого абсолютного объема достаточно для того, чтобы устранить рецессию или тот дефект, или вообще решить проблему, в которой вы работаете. Также на сегодняшний день мы очень активно применяем свободные десневые депитализированные трансплантаты в имплантологии или в решении каких-либо парадентологических задач в имплантологии. На любом этапе, на этапе установки имплантата, на этапе раскрытия его под формирователь десны под установку, на этапе даже уже решения создавшихся проблем, когда пациентов запротезировали, например, с каким-то отсутствием прикрепленной десны в области имплантата, и они потом приходят, жалуются, это приходится все разбирать, опять снимать, и уже устранять, да, вот эту проблему. Там даже нету рецессии, например, но проблемы у пациента существуют. В этом случае мы тоже с вами будем пользоваться свободными десневыми депитализированные трансплантатами. Но к чему я вот такой широкий вам обзор сделаю? На сегодняшний день любой хирург должен уметь это делать, любой парадентолог должен это уметь делать, и это вообще как бы вот любая простая процедура, как удаление зуба должно стать в клинической практике, потому что вы не имеете права на сегодняшний день отказать пациенту в таком лечении, и отправить его в какую-то там, были или не были, да, и сказать, что поищите, кто вам это сделает. Нет, уровень сегодняшнего хирурга, он должен обладать и всеми вот этими навыками в области и зубов и имплантатов. Продолжение следует...